Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Вместо урожая гранаты, но не фрукты, а боеприпасы, нашел у себя на приусадебном участке житель Саратского района. Прибывшие на место пиротехники обнаружили 86 гранат Ф1 и 16 гранат М39, сообщает в ГСЧС. Всего на огороде нашли 102 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Один человек погиб и 28 получили травмы. Такова печальная статистика происшествий на дорогах за минувшую неделю. Патрульными полицейскими за неделю были составлены 2133 административных протокола о нарушении правил дорожного движения. Почти третий из них за превышение скорости. Всего за неделю зарегистрировано 215 ДТП. Один человек погиб. Чаще всего аварии происходили из-за пьяных водителей и превышения скорости. 28-летний мужчина оставлял так называемые закладки с наркотиками на детской площадке. Сотрудники полиции задержали его и изъяли около 30 пакетиков с метадоном, а также банковские карты и телефоны с отмеченными местами закладок. Изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о квалификации преступления. Строительство многоэтажек в частном секторе запрещено законом. Тем не менее, время от времени одесситы сообщают о попытках возведения многоквартирных домов среди малоэтажной застройки. На этот раз встревожены жители второго студенческого переулка на Слободке. В июле прошлого года у нас появился сосед на втором студенческом переулке. И я с ним разговаривал, он сказал, что строит для семьи домик двух-трехэтажный с мансардой. Будет здесь жить с детьми, у него большая семья, две машины. Но прошло полгода, и вот мы узнали, что здесь строится многоквартирный пятиэтажный дом. Жители второго студенческого переулка говорят, обратились сразу в несколько инстанций. Мы решили обратиться в организации, в ГАСКе, в Управление охраны труда и в Суворовскую райадминистрацию. Мы ждем ответы, но строители, которые вынесли нам документы застройки, они говорят, что эта застройка под пятиэтажное многоквартирное здание. Мы обратились в ГАСК. ГАСК дал ответ, что никакой стройки здесь не ведется, и эта стройка незаконна. И тут же остановил эту стройку. Как выяснилось, застройщик ввел в заблуждение не только соседей, но и строителей. Когда я пришел сюда на работу, человек под предлогом составления договора на исполнение строительных работ взял наши паспорта, после чего он их не отдавал, не знаю, наверное, неделю времени. Ну, это шантаж, он шантажировал. Я у него спрашивал постоянно, где деньги за работу. Он мне постоянно говорил, если я тебе сейчас отдам паспорта и позвоню в налоговую, у тебя будет штраф 17 тысяч. По таким предлогам он удерживал меня здесь около недели на данной. Но перед этим я работал здесь изначально котлован, заливали подушку. Это строительство пятиэтажного дома, как мне уже соседи объяснили, оно незаконно. После того, как мы обратились к соседям, соседи нам помогли избавиться от этого строительного рабства. Местные жители говорят, нарушена не только этажность, но и расстояние до соседнего дома. Должно быть 8 метров. Он сделал 6. Там даже и 6 меньше, чем 6. Вот, у меня пошли трещины. Вот уже пошли. И вот я там, ну соседи заходили ко мне, видели, я немножко сделала ремонт, пошпаклевала, потому что, ну пошли трещины. Ну и пошел грибок. Также одесситы говорят, выяснилось, что эта часть слободки является зоной культурного наследия. Было обнаружено, что наш переулок расположен в зоне ценного археологического слоя, поэтому было написано обращение в департамент охраны культурного наследия. Вчера приходили инспектора из этого департамента и сказали, что при роте Котлована на нашем переулке, вот в этой зоне, необходимо вызывать археологов, чтобы они присутствовали при роте Котлована. Этого тоже не было сделано. И за это собственник получил тоже штраф. Жители второго студенческого переулка и близлежащих улиц говорят, сейчас стройка остановлена, но вполне возможно, что она возобновится. Поэтому люди собирают подписи под обращением городским властям с просьбой принять действенные меры и не допустить продолжения строительства в этом микрорайоне. Наша телекомпания продолжит следить за ситуацией со строительством многоэтажного дома во втором студенческом переулке. Вода – важнейший природный ресурс, без которого жизнь на земле не была бы возможна, говорят экологи. В преддверии Международного дня воды, который отмечают в марте, специалисты бассейнового управления водных ресурсов провели отбор проб воды реки Днестр возле села Маяки Беляевского района. Уже больше года в Украине действует новый порядок осуществления государственного мониторинга вод. В учет теперь берутся больше различных показателей, чем ранее. А это помогает получить более подробную информацию о составе воды. Мониторинг будет проводиться в три этапа – диагностический, операционный и исследовательский. Диагностический мониторинг, первое за все, нужен для четкой картины мониторинга на предыдущие следующие годы. То есть он является первым лакомством, поперцем, референтные умовы, даёт нам возможность отримать референтные умовы, что у нас наразе отбывается в наших водных объектах по приоритетным речовинам. Диагностический мониторинг поможет выяснить, какими вредными веществами загрязнены наши реки. Именно такая работа запланирована на 2020 год. Результаты проведенных исследований помогут разработать планы управления речными бассейнами и определить мероприятия по оптимизации водных ресурсов региона. Есть три виды мониторинга. Это сложно звучит, но это очень просто и понятно для всех людей должно быть, потому что первый диагностический мониторинг проводится для того, чтобы выяснить, чем хорят наши реки. Мы сейчас на этапе визначения, какими шкодными речевинами, забруднювачами наши реки забруднені. Другой этап, когда мы объяснимо, чем забруднені, мы будем знать, каким чином их можно лековать. Мы разработаем план управления и разработаем детальные заходы, что нужно сделать, чтобы тех или других забрудняющих речевин не было в воде, не было в наших речках. На основании данных мониторинга специалисты будут выстраивать планы своей дальнейшей работы по очистке рек. Если мы сделали заходы и мы видим, что речка действительно стала чистейшая, мы проводим мониторинг, речка стала чистейшая, значит, все нормально, мы работаем в правильном направлении и так далее. Если мы видим, что мы проводим какие-то заходы, но они не дают определенных результатов, мы дальше исследуем речку и дальше шукаем другие причины, которые есть следом забруднений. Для Одесской области разработана программа мониторинга проб воды, в рамках которой для Нижнего Дуная определены 16 пунктов наблюдения. Для Дністра – 8 пунктов. Пробы воды будут осуществляться ежемесячно, подчеркивают специалисты. Для каждого массива поверхневых вод, например, для этого, будут установлены экологические цели. И наше заведение, да, как водогосподарники – поддержать это, если это добрый экологический стан, то мы должны его поддерживать. Если это не добрый, не отвечает экологическому стану, то мы должны написать программу, что мы будем делать покроково для улучшения этого экологического стану. Кроме того, введена классификация состояния вод по пяти классам экологического состояния и двум химического, поясняет специалист. По всем пунктам спостережения речки будут разделены на добрые и плохие. И вот самая держава на плохие речки должна сфиксировать все свои ресурсы. Поэтому второй этап мониторинга – это операционный. Это Днестр – место забора воды. Отобранные здесь пробы отправят в лабораторию бассейнового управления, где проанализируют их физико-химические показатели. Однако новый порядок предполагает также исследование воды на содержание приоритетных загрязняющих веществ. Такой анализ на сегодняшний день в нашей области не делают. Поэтому пробы направят в лабораторию Ивана Франковска. А результаты будут известны примерно через месяц, говорит специалист. 45 показателей – это такие, как пестициды, легкие ароматические вуглеводные, полиароматические вуглеводные, легкие органические спалуки, также ряд важных металов. Сейчас наша лаборатория занимается выбором проб, транспортированием проб. И так как в этом году будет открыта сучасная лаборатория, то мы сможем выполнять обязательства и делать в размере 4-5 приоритетных загрязняющих речевин. К концу нынешнего года в Одессе также планируют открыть специальную лабораторию, соответствующую нормам Евросоюза. Лилия Гречулиевич отметила, что полностью оснастить лабораторию возможно в течение трех лет, так как оборудование весьма дорогостоящее. Наразі мы плануємо за три роки закінчити повність обладнання лаборатории, але в цьому році, в кінці року, мы запустим лабораторию. Что касается финансовых показателей, на цей рік с державного бюджета передбачено близко 15 млн. для створения лаборатории. И в наступные роки также будут додатковые кошти. В настоящее время уже имеются результаты исследований проб воды, которые отбирали в январе. Однако делать выводы об общей картине качества воды в реках нашего региона пока что рано. У нас есть уже первые результаты вымирюваний по приоритетным речовинам. Можно сказать, что большинство 22 показателей концентрации доревнуют нулю. 17 речовин такие были найдены в нашей воде, але вони знаходятся в межих допустимых концентрациях. Первыми результатами, значительных вот таких заборудований за приоритетными речовинами мы не выявили. Однако полное понимание о степени загрязненности рек будет в конце текущего года при наличии анализа проб за 12 месяцев. Тогда эти показатели можно будет проанализировать и дать конкретные рекомендации по устранению загрязнений, говорят специалисты. За один день в Украине станет на миллион деревьев больше. 20 марта в Украине состоится акция, в ходе которой жители разных городов будут высаживать деревья, присоединиться к акции и Одесса. О том, какие зеленые насаждения хорошо приживаются в нашем городе и насколько важно увеличивать их количество, мы узнавали в Одесском государственном экологическом университете. О том, какую пользу приносят зеленые насаждения, все знают еще со школы. Это и очищение воздуха, и, что важно для Одессы, укрепление прибрежных склонов. В частности, СО2 в процессе фотосинтеза выделяют кислород, то есть это помогает нам улучшить атмосферу города. Нельзя забывать о том, что у нас склоны. Мы очень часто слышим сообщения о том, что оползни, вот там где-то, еще скажу, что наличие растительности в городе в жаркое время года помогает снизить температуру на 2-8 градусов. То есть, конечно, это тоже помогает улучшить температурные условия. Для Одессы характерен набор растений, которые уже вписались в ландшафт нашего города, говорит Оксана Васильевна. В числе популярных для дичия. Оно растет очень быстро, достигает 40 метров. И что еще интересно, что для него характерно, оно не требовательно к почвенному продородию, то есть оно может расти не на самых плодородных почвах, а на корнях этого растения произрастают так называемые азотобактерии, живые бактерии, которые способны улавливать азот и переводить его в свободную, доступную для растений форму. Ствол растения покрыт длинными крепкими шипами, отмечает эксперт. Его желательно было бы даже выращивать вместо каких-то каменных заборов и так далее для живой изгороди. Очень хорошо поддается подрезанию и формирует очень такие плотные, красивые, живые изгороди. Символом Одессы считается белая акация. Правда, на самом деле это не акация, это растение называется рабиния, но тем не менее это уже так укоренилось в нашем городе. Все прекрасно знают это растение. В середине, в конце мая оно цветет и наполняет наш город замечательным запахом. Тоже очень засухоустойчивое растение. Последние годы высаживают и новые для Одессы растения, отмечает специалист. Очень красивое растение. Называется оно ленкаранская акация. Родом это растение с Азербайджана, с ленкарани. Это юго-восток территории Азербайджана, зона субтропиков. Ученые нашего ботанического сада Одесского национального университета, они вот ввели в культуру вот это растение, которое тоже сейчас украшает наши улицы, наши парки, наш город. Многие из этих растений одесситы будут высаживать 20 марта. Готовится ко всеукраинской акции по озеленению страны и в Одесском государственном экологическом университете. Руководство и студенты университета всегда с удовольствием поддерживают экологические проекты, предлагаемые различными общественными организациями. 15 февраля студенты университета встречались с организаторами акции «Озеленение Украины», которая осуществляется в рамках глобальной инициативы «Озеленение всего мира». Регистрация участников на сайте экологического флэшмоба уже идет. Присоединиться к проекту и внести свой вклад в озеленение страны и родного города может каждый желающий. И, конечно же, активными участниками станут будущие экологи. Экологический университет – это драйвер развития экологии в нашей области. Поэтому я уверена, что много студентов проявят желание поучаствовать. День спонтанного проявления доброты отмечали на этой неделе во всем мире. О том, что такое настоящая доброта. И стоит ли ее бескорыстно проявлять по отношению ко всем, спрашивали у одесситов наши корреспонденты. Доброта – это в первую очередь любовь к людям. Проявление всего самого теплого и светлого, считают одесситы. Это проявление хорошего отношения к людям, проявление даже любви, скажем так, возлюби ближнего. Отношения к ближним, забота, в чем еще что-то хорошее делать для других. Я так считаю, не жалеть себя. Так, как нам завещал Господь поступать так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Это как? Это значит, это значит, не делать зла ближним, сохранять природу, не думать только о себе, а думать о других. Доброта, как минимум, это отсутствие зла и злых намерений. Вот, и любовь, ну это любовь ко всем людям, я думаю. Делиться не только в денежном плане, но и своей любовью, своей искренностью, служить ближним, ухаживать за ними. Не только своим быть добрым, но и вообще ко всем, кто тебя окружает. Если у меня соседка больная, ей надо, заходишь, и ей некому куска хлеба купить, я должна тоже ей помочь. Вот это я считаю доброта, вот это человечность. И мы должны каждый поступать так, по мере возможностей. Пока двигаемся, пока ходим. Большинство наших собеседников считают себя не злыми и не добрыми, а теми, кто стремится стать лучше. Ну, как бы я не злюсь, даже если вот там на меня там кричат, ругаются или что там делают. Я к этому отношусь как бы позитивно и в ответ не грублю и не тоже не кричу. Просто улыбаться и все. Я считаю, что судить меня как доброго человека может только Бог. Да, но я стараюсь быть добра ко всем. Ну, это уже окружающие судят. Я сама не могу себя хвалить. Я стараюсь, я работаю над этим. Иногда нет. Особенно, когда у меня балуются дети, я стараюсь их доброте, все равно, чтобы эта строгость была все равно от моей доброты. У меня есть свои изъяны, но я опять же, если человек над этим работает, осознает свои ошибки, то я думаю, что он на правильном пути. А если он не понимает, что он кому-то делает зло, то это очень плохо. Место уступаем. Пожилым, да, как бы, если просят помощи, не отказываю в основном. Ну, не говорю, что я хороший, как бы, но и неплохой человек. Средний, как обычные люди. У меня кусок земли есть, дача. Я тружусь. И всем помогаю, соседям. Кому надо ребенка присмотреть, когда уходят. Молодые хотят куда-то пойти, я предлагаю свою помощь. Вот так я живу. Слава Богу. Добрые отношения нужно проявлять ко всем, и тогда добро приумножится, говорят одесситы. Моя мама всегда говорила так. Для того, чтобы тебе было хорошо, даже врагу дай кусок хлеба. От этого тебе лучше будет. Да, я считаю, что каждый человек достоин проявления доброты. Даже самые несчастные. Мы никогда не знаем, что у человека произошло в жизни, что его сподвигло там поступить так или иначе. Но сердце должно быть всегда обращено к человеку. Если будешь относиться по-хорошему, то и к тебе будет по-хорошему. Добро, как говорится, некоторые говорят, добро наказуемо. Но на самом деле, рано или поздно где-то нам воздастся. Не нам так, детям, не детям так. Где-то кому-то ближним. Нужно работать над собой. Это так сложно. Уметь свой гнев сдерживать и понимать, что все мы не идеальны. И как-то ставить себя на место ближнего. Даже если человек тебе делает зло, ты должен отвечать добром. Конечно, нехороший человек отталкивает от себя. Значит, или просто мимо пройти, но ни в коем случае не делать гадости. Знаете, как по Библии, любите врагов своих и благословляйте. Так написано. Поэтому добрый человек должен так поступать. Немногие в наше неспокойное время способны проявлять доброту. В состоянии усталости и раздражения от насущных забот. Мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Поэтому важно помнить, что поддержка и участие нужны каждому из нас. Будьте добрее, не проходите мимо тех, кому нужна наша помощь. Проявление доброты свойственно не всем. Это продемонстрировала ситуация с возвращением украинцев и граждан ряда других стран из Китая. Как сообщили в МВД, по факту событий в Новых Санжарах открыто пять уголовных производств, перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападение на сотрудников полиции, разжигание межнациональной вражды. На сегодняшний день ситуация спокойная. Силовики охраняют санаторий, где размещены прибывшие из Китая граждане. Полицейские готовят админпротокол и подозрения 23 лицам, которые были задержаны во время массовых беспорядков. По состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрирован 77 661 случай заболевания новым коронавирусом. 3% заболевших умерли, почти 27% уже выздоровели. В Украине ни одного случая заболевания не зафиксировано. Граждане, которые были эвакуированы из Китая и находятся на карантине в Новых Санжарах, чувствуют себя хорошо. Никаких признаков респираторных заболеваний у них нет. Эпидемиологи провели забор образцов, которые будут доставлены в Киев для проведения теста на наличие коронавируса, сообщает в Минздраве. Несмотря на то, что Украину новый коронавирус пока не затронул, медики во всей стране готовы в случае необходимости оказывать помощь больным. В Украине и в Одессе, в частности, разработаны планы по закупке защитных средств на случай возникновения эпидемии. Основным из методов лечения на сегодняшний день по данной инфекции есть кислородотерапия или переливание плазмы крови переболевших людей. Еще в 2015-2016 год была серьезная вспышка, вернее, серьезный уровень заболеваемости гриппом H1N1, который характеризовался также тяжелыми пневмониями. И тогда вопрос обеспечения лечебных учреждений города, кислородной аппаратуры и концентраторами стал в первую очередь. После этого ежегодно идет обновление, проводятся дополнительные закупки для данной ситуации. То есть, на сегодняшний день этот вопрос положен. В Одессе в постоянной готовности находятся несколько бригад скорой помощи, которые имеют все необходимое защитное снаряжение. В городе есть три сформированные, три бригады на случай возникновения особо опасных инфекций, имеющих международное значение, и три резервные бригады. При том, эти бригады укомплектованы и средствами защиты, и средствами оказания медицинской помощи, и укомплектованы, что самое главное, транспортными единицами. Одесская инфекционная больница готова в случае необходимости принимать и лечить пациентов, зараженных опасными вирусами, сообщила руководитель учреждения Светлана Лаврякова. Три бокса инфекционной больницы, они оборудованы системой отдельной вентиляции, они предназначены для госпитализации особо опасных инфекций. Персонал инфекционной больницы, у нас есть еще два отделения, они полубоксированы, но в случае необходимости в них можно будет госпитализировать. В инфекционной больнице есть реанимационное отделение на шейскоек, которое обеспечено дыхательной аппаратурой, пульсоксиметрами и кислородными концентраторами. Продолжается закупка необходимых средств защиты для персонала лечебных учреждений. Защитные очки, которые входят в состав защитного костюма для особо опасных инфекций, мы получили, закупили респираторы, одноразовые маски и многоразовые маски-респираторы. Сегодня, то есть, извините, пожалуйста, в среду нам доставят партию комбинезонов защитных и противочумных комплектов номер 5. Это так называемая защитная одежда для персонала. Пока случаев заболевания коронавирусом в Украине не выявлено. Однако, это не значит, что не надо терять бдительность. Повышение иммунитета, соблюдение норм гигиены, проветривание помещений, обращение к врачу в случае недомогания, меры, которые помогут избежать неприятностей. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь, желаю хороших новостей и всего доброго.